Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня понедельник, 7 мая. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Евгений Плохотин. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. С потолка ручьями здание Бийской администрации затопило дождевой водой. День Победы без цветов. И почему в Бийске не будет яркого ковра из тюльпанов? Мелодии и ритмы 40-х. Ретро-бал накануне 9 мая прошел в Наукограде. Итак, мы начинаем с потолка ручьями. Здание Бийской администрации затопило дождевой водой. Сейчас на пятом этаже стоит устойчивый запах сырости. Многие кабинеты серьезно пострадали. Отклеились обои, намокла мебель, а также документы. Ведра, тряпки, укрытые пленкой столы с документами. Типичная картина для кабинетов последнего этажа Бийской мэрии. Сейчас сотрудники администрации пытаются справиться с последствиями потопа. Напомним, что это не первый случай за последний месяц, когда здание администрации страдает от капризов погоды. В начале апреля из-за локального наводнения даже пришлось снять натяжные потолки в Большом зале. Отметим, что недавно в мэрии приступили к ремонту кровли. Администрации уже несколько лет стояли в очереди на ремонт кровли. Но потихонечку стало протекать. Как бы не разбирать уже нельзя было. Но деньги были заложены. То есть это уже учтено, все было на ремонт. На выходных, когда дожди сильные лили, там люди контролировали процесс. На чердаке оставили емкости. Но тем не менее вода она все равно найдет, где просочиться. И на пятый этаж это дело протекло в некоторые кабинеты. Оргтехника не пострадала. Все базы в нормальном состоянии. Администрация работает, продолжает. Бийчане вынуждены нарушать правила дорожного движения. В очередной раз подземный переход в центре города затопило водой. С такой проблемой жители Бийска сталкиваются уже несколько лет подряд. Однако коммунальные службы все никак не могут наладить подземную переправу. Подземный переход, которым ежедневно пользуются жители города, вновь не работает. Каждый раз после обильных дождей насос не справляется с напором грунтовых вод. Сейчас там разлилось целое море, и перейти на другую сторону можно лишь в резиновых сапогах. Для того, чтобы пройти по суше, нужно как минимум преодолеть лишние полкилометра до ближайшей зебры. Однако не все бийчане готовы на это, и поэтому нарушают правила дорожного движения. Переходят проезжую часть в неположенном месте. Это грунтовая вода стоит, мы ее никуда не денем. Ее никак не откачаешь, она сразу через час-пять будет стоять. Это грунтовая вода, потому что земля сейчас мерзлая еще, вода не уходит в землю. У меня вот заявок, я вам говорю, очень много, и я постоянно их направляла этим дорожникам. Я задавала задания, чтобы там разобрались, и сказали, что там есть доски, по которым можно ходить. Досок нет, и резиновые сапоги тоже не с собой. А вот как относятся сами бийчане к подземному морю в Бийске? А вот ты пройди здесь, пешеходный переход затоплен водой. Согласны? Где я пойду? Куда может воду откачать, чтобы люди ходили спокойно? А то лезут под машины, видите сами. Правильно? Туда ужасно вообще не пройдешь. Сапоги резиновые, чтобы тут раздавали, я не знаю. Спасибо, идти надо. Сейчас надо искать место для перехода. Ну вот ходить, нарушать или что, я не знаю, что приходится. Ну а где? Обходить далеко. Ну так, не нарушать правила. Такого же перехода тут повлиенности нету, только он там и все. Ну надо, наверное, эти, вот такие болотные сапоги одевать, чтобы преодолеть этот переход. Ну вот я пенсионерка, сейчас придется куда-то преодолевать километры другие, чтобы перейти. Ну странный вопрос. Затопило. И, кстати, так уже давно. Только было поменьше, а сейчас еще больше стало. Это кошмар. Это нам что обходить придется. Почему не откачивают? Это же вообще уже беспредел. Человек пожилой, я и так по ступенькам еле ступаю, еще обходить. Ну ситуация, наверное, водоотвода нету там нормального, функционирующего, который должен быть за этим. Должны, наверное, городские власти следить как-то своевременно. Дождем затопило не только кабинеты городских чиновников и бийскую подземку. После ливней на дорогах снова появились огромные лужи. И при этом ливневые канализации по-прежнему не справляются с таким объемом воды. Так, участок улицы Мерлина в районе трамвайной остановки Объединения Восток снова в воде. Там она никуда не уходит с проезжей части. Сегодня бийские коммунальщики ведрами вычерпывали дождевую воду из колодца. Причем эту грязную жижу выливали тут же в рядом находящийся водосток. А после колодец закидывали камнями с песком для того, чтобы крышка люка не провалилась под колесами автомобилей. Отметим, что большие лужи на городских дорогах сейчас скрывают не менее большие рытвины. Усугубляют общую картину дорожники, которые вырезают слои асфальта для последующего ямочного ремонта. Так что, передвигаясь по улицам Бийска, будьте аккуратны. Первое в этом сезоне крупное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Бийске. Предварительно сообщается, что мужчина нарушил правила дорожного движения. Он ехал на большой скорости. Не исключено, что пострадавший сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но эта информация пока еще проверяется. Авария произошла в промышленной зоне Бийска. По предварительным данным, 30-летний водитель двухколесного транспортного средства во время движения по Гейдекштрассу летел на большой скорости и не справился с управлением. В итоге врезался в металлическое ограждение. С тяжелой травмой пострадавшего доставили во вторую городскую больницу. Добавим, что транспортное средство не было зарегистрировано должным образом. Кроме того, на мотоцикл не оформлена страховка. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства. Отметим, что ранее водитель этого мотоцикла уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По факту обрушения потолка в Бийском бассейне «Дельфин» следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела следователям будет дана юридическая оценка действий должностных лиц специализированной школы Олимпийского резерва «Дельфин» по надлежащему оказанию услуг в области физической культуры и спорта. Напомним, еще в марте во время тренировки произошло частичное обрушение перекрытия крыши. Обломок конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду. По счастливой случайности никто из детей не пострадал. Бассейн в целях безопасности тут же закрыли. В настоящее время, как нам стало известно, уже подготовлена проектно-сметная документация по ремонту крыши спортивного объекта. Сейчас документы находятся на утверждении в Краевом министерстве. Отметим, что необходима сумма около 3 миллионов рублей. Информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. День Победы без цветов. И почему в Бийске не будет яркого ковра из тюльпанов? Мелодии и ритмы сороковых. Ретро-бал накануне 9 мая прошел в Наукограде. Вы планируете, чтобы ваши деньги работали и приносили прибыль? Тогда приходите к нам. Инвестиции до 18% годовых. Оформляем микрозаймы от 0,3 в день с гибкими условиями возврата. Сбирзайм. Переулок-Мобровский. Бийскому телевидению требуются корреспонденты, менеджеры по продажам рекламы, дизайнер, знания программ графических, полиграфических, а также по созданию и монтажу видеоматериалов. Подробности по телефону 31 15 51. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Не успевают распуститься. В этом году на День Победы у здания городской администрации не будет яркого ковра из тюльпанов. Холодный майк, к сожалению, не способствует светению. В остальном же подготовка проходит в штатном режиме. Возле городской администрации уже установили трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас коммунальщики приводят их в надлежащий вид. Кроме того, вдоль центральных улиц развесили праздничные плакаты. Добавим, что прямо в эти минуты в Бийске проходит вторая репетиция Парада Победы. В связи с этим до 8 часов вечера для движения закрыта дорога по улице Ленина. Сразу после завершения мероприятия автомобилисты смогут вернуться на прежний маршрут. Мелодии и ритмы 40-х. Ситцевые платья, белые носочки, военные гимнастерки и галифе. Ретро-бал в стиле 30-х и 40-х годов накануне Дня Победы прошел в Бийске. Такой довоенный бал в Бийске проходит уже несколько лет подряд. Если раньше это была импровизация с танцами и стихами, то в этом году получилось театрализованное представление с танцевальными мастер-классами. Отметим, что лишь некоторые участники заранее подготовились и пришли в стилизованных костюмах. Многие дамы разучивали танцевальные па прямо в джинсах, что, впрочем, не помешало погрузиться в атмосферу прошлого века. В основном среди танцоров были ученики хореографических и военно-патриотических клубов, а также студенты Алтайского предуниверситета. Многие в это время вспомнили о своих родственниках, которые прошли войну. Очень здорово, что подобные мероприятия проводятся. Я считаю, что они не позволяют нам забыть о том, что было, победу, которую принесли нам наши деды. Вообще чтить память и молодежи. Я считаю, это очень полезно развиваться, вернее, знать, жить с этим. Довоенный балл – это вообще акция, которая, мне кажется, должна проходить в каждом городе так масштабно, потому что, помимо того, что это патриотизм, это еще и знание культуры 30-40-х годов. То есть это те танцы, те песни, которые пели и танцевали наши прабабушки, прадедушки. Мне кажется, это очень важно знать, чтобы потом дальше передавать из поколения в поколение. Рекорд «Бийска» побит. Сильнейшие люди региона собрались в нашем городе. Они соревновались друг с другом в рамках открытого Кубка Алтайского края по жиму лёжа и армлифтингу по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Одному из участников удалось побить рекорд в дисциплине «военный жим». У нас сегодня соревнования по четырём номинациям. Это военный жим, народный жим и армлифтинг. У армлифтинга две позиции – русская рулетка, русская ось. Около 60 силачей вышли на помост. За медали боролись как новички, так и опытные спортсмены. Один из самых титулованных – новосибирец Александр Абрамов, мастер спорта международного класса. Он стал победителем в своей категории. Но всё же большая часть медалей осталась у бийчан. Кроме этого, спортсмен из нашего города Евгений Родионов установил новый рекорд бийска в военном жиме. Ему покорился вес в 172,5 килограмма. Это почти вдвое больше, чем вес самого спортсмена. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазины одежды «Стиль» и «Ультрастиль». Единственный в жизни и незабываемый выпускной вечер. «Юные леди» – специально для вас большой ассортимент удивительных нарядов. В торговом центре «Разноторг» – отдел «Стиль» – торговом центре «Мега-сити» – отдел «Ультрастиль». Итак, завтра, 8 мая, в Бийске будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений умеренный. С порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха комфортная. Магнитосфера возбужденная. И о температуре ночью – плюс 2, плюс 4. Днем – плюс 8, плюс 10. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» вы можете посмотреть на нашем канале Бийского телевидения в Ютьюбе, а также в группах в социальных сетях «Бийск. Мой город». Всего доброго. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова